всем привет мы продолжаем рассматривать масштабные модели американских сидельных тягачей в моей коллекции и в сегодняшнем видео я хочу вам показать относительно свежую и интересную новинку от производителя XO Models в масштабе 1 к 43 мы рассмотрим GMC Astro который копирует прототип 1970 года это вторая по счету модель у XO Models первый вариант был в другой схеме окраски и первая модель была белого цвета с красно-голубым орнаментом здесь представлен вариант белого цвета с оранжевым орнаментом и также такая модель выходила в рамках журнальной серии во Франции и в Испании и журнальный вариант был окрашен в белый цвет с красным орнаментом и у него был полуприцеп тяжеловоз журнальный вариант не сильно отличается от модели XO Models то что я заметил это бампера и топливные баки на журнальном варианте окрашены серебристой краской на модели от XO они сделаны в хроме дворники пластиковые как на журнальном варианте так и на модели от XO Models и у XO окрашен интерьер на журнальном варианте он сделан из пластика окрашенного в массе черного цвета и также у XO Models присутствует площадка из фототравления на задней части на журнальном варианте по моему этого элемента нету других отличий я не нашел если вы знаете о других видимых отличиях тоже можете написать о них в комментариях и вы можете в комментариях написать какая из показанных мною моделей за последнее время вам понравилась больше всего у меня также в коллекции приобретены и другие сидельные тягачи которые недавно появились у XO Models их я покажу в других видео обзорах давайте не будем мерять распакуем коробочку посмотрим на этот замечательный грузовик поближе и для сравнения вам приготовил еще пару сидельных тягачей которые есть в моей коллекции мы посмотрим на их уровень проработки и чем они отличаются от этого грузовика здесь модель поставляется в боксе среднего размера на нижней стороне упаковки есть различная информация с которой можно ознакомиться указан официальный сайт также есть наклейка с артикулом на которой указан прототип gmc astro 95 1970 года есть вот такая наклеечка с qr-кодом которая скорее всего подтверждает подлинность лицензии на эту масштабную модель ну давайте распакуем коробочку и начнем рассматривать грузовик я уже его вынимал из бумажной упаковки просто проверял наличие видимых дефектов и вроде бы модель здесь поставляется без каких-либо повреждений и отсутствуют пятнышки клея на окрасочном покрытии это несомненный плюс вот так выглядит данный грузовик вполне симпатичный типичный кап овер 1970 года похож на другие американские седельные тягачи у этой модели металлическая рама металлическая кабина остальные детали сделаны из пластика ну плюс резиновые покрышки покрышки вполне нормальные отсутствует боковая маркировка конечно ее не хватает можно заменить резину на вариант от maestro models но у maestro models покрышки continental уже более современного типа и они не совсем подходят к этому грузовику и я буду ждать когда они выпустят подходящие покрышки тогда возможно рассмотрю их к приобретению окрашен интерьер сиденья коричневые на панели приборов виднеются различные окрашенные кнопочки ручки рукоятки сзади имеется спальный отсек правда стенки кабины изнутри ничем не прикрыты виднеется голый металл как видите стеклоочистители здесь сделаны из пластика а не из фототравления не знаю почему возможно из-за того что щетки здесь довольно длинные и из фототравления такую деталь выполнить не представляется возможным или возможно просто они будут смотреться не так эффектно как из пластика на крыше присутствуют габаритные огни они отлиты вместе с кабиной грузовика также пластиковые клаксоны в хроме ажурно сделаны зеркала заднего вида дверные ручки здесь обозначены просто краской имеются также хромированные поручни и мне нравится то что на кабине сымитированные заклепки имеется подножка окрашенная серебристой краской и вторая подножка просто из черного пластика окрашенного в массе сзади присутствуют перекидки выхлопные трубы на трубах можно было сделать отверстие конечно можно списать на то что это крышечки закрывающие выхлопную систему но они мало похожи на крышки и скорее всего здесь производитель просто сэкономил не стал делать отверстия как на других масштабных моделях площадка здесь комбинированная передняя часть сделана из пластика задние из фототравления рабочее седло довольно большое отверстие и отлично изготовлены колесные диски довольно симпатичный грузовик и он довольно крупный если смотреть на фотографии то это gmc astro кажется меньше чем он является на самом деле давайте покажу вам еще один бескапотный седельный тягач который есть в моей коллекции это peterbilt 352 более ранняя модель от exo models и можно увидеть улучшения которые присутствуют на gmc astro во первых на модели peterbilt сделаны фары хуже здесь присутствуют черные точки так называемые рыбьи глаза на модели gmc фары уже выполнены более ажурно и странно почему по такой технологии не могут делать другую светотехнику на грузовиках от exo models ну у модели peterbilt присутствуют стеклоочистители из фототравления сидение здесь черного цвета также не очень хорошо сделана задняя часть кабины здесь выступает такой столбик для крепления на модели gmc он отсутствует тоже площадка из фототравления рабочее седло задние фонари просто обозначены красной краской на модели gmc они сделаны в виде прозрачных пластиковых элементов покрышки похожи но здесь немножко отличается рисунок протектора волна другого типа тоже присутствуют регистрационные номерные знаки качество хрома на этом варианте чуть похуже чем на gmc astro если приглядеться видны небольшие царапинки на хромированной детали такое ощущение как будто пытались хром заполировать и могу показать вам еще один сидельный тягач от производителя автоистория это mass 6422 тоже хорошая модель мне нравятся мазы от автоистории у них была довольно невысокая цена хорошее качество проработки если сравнивать этот грузовик с моделью от xo models то конечно он выигрывает потому что у него подъемная кабина хорошо проработан моторный отсек двигатель окрашен также хорошо проработана ходовая часть и на балансирной тележке отсутствуют прорези как на модели от xo models на этот грузовик я поставил регистрационные номерные знаки из фототравления и также сделал подложку из фольги под передние фары других доработок я на этой модели не делал сиденья были окрашены изначально правда не очень аккуратно установлена деталь на задней части спального отсека у меня есть mass 6422 от start scale models он не сильно отличается от этого грузовика я думаю у каждого из вас тоже есть такой грузовик в каком-то варианте исполнения возможно даже и журнальной серии их тоже выпускали они не сильно отличались и сложно сказать у журнального варианта откидывалась кабина или нет потому что журнальной модели я в руках не держал если откидывается тоже напишите в комментариях будет интересно прочитать какие упрощения сделали для российской журналки давайте еще раз посмотрим на замечательный gmc astro и вы можете написать комментарий что вы думаете по поводу данного сидельного тягача мне больше понравился бело-оранжевый вариант окраски хотя первая машина тоже копирует настоящий портатив в схеме окраски и это машины из рекламных буклетов машина которая выходила в журнальный варианте копирует автомобиль из транспортной компании вот такой замечательный грузовик который может стать украшением вашей коллекции если вы собираете американские сидельные тягачи и помимо 43 масштаба такой грузовик также выходил у amt в виде сборной модели в масштабе 1 к 25 там полностью пластиковое изделие ее нужно самостоятельно собирать окрашивать если вам понравилось данное видео не забывайте поддержать его лайком вступайте в мои группы в социальных сетях вконтакте и фейсбуке жмите на колокольчик и также можете загнуть на мой второй канал там тоже выкладываются видеоролики на масштабные модели из моей коллекции а на сегодня это все до новых встреч пока пока